Всем привет дорогие друзья, с вами яблочный эксперт и сегодня я вам расскажу о дате выхода iOS 13 для всех желающих ее попробовать Итак, все просто, давайте же разберемся iOS 13 паблик бета 1 будет доступна где-то примерно с 21 по 24 июня То есть, после того как выйдет примерно бета для разработчиков, то есть developers И только тогда уже будет выходить, ну спустя 1-2 недели, а то и 3 недели после презентации, как правило Уже выйдет паблик бета, то есть для всех доступна, для всех желающих попробовать эту новую версию оси То есть она очень классная, все мы видели эти фишки, темная тема и все остальное Что хочется сказать, чтобы вы понимали, что общее понимание всего, что такое паблик бета, а что такое все-таки девелопер бета, то есть для разработчиков Паблик бета это публичная бета, вот она уже доступна будет для всех, вы можете ее обновить по воздуху через разных блогеров Не важно, включительно я вам дам ссылку на это, когда она появится Ну а что касается именно для разработчиков, она конкретно идет для разработчиков, мы также могли пользоваться раньше, но сейчас они решили это все усложнить Чтобы установить сейчас iOS 13 для разработчиков, нужно иметь при себе ПК, именно от компании Apple, то есть это MacBook или просто Mac Нужно будет перейти на сайт, то есть саму iOS 13, перейти в раздел для разработчиков, вы вводите свой Apple ID, подтверждаете и затем вы качаете X-код X-код там был один, сейчас второй, то есть только тогда вы через iTunes с помощью этого X-кода можете загрузить себе эту iOS 13 Публичная же бета будет доступна там же, но для всех уже желающих, вы просто перейдете, нажмете установить этот профиль, введете пароль в настройках и все Вы потом перезагружаете смартфон и заходите в обновление и у вас там будет iOS 13 для обновления Обновитесь и будете пользоваться Вот в чем разница между публичной бетой и бетой для разработчиков Как бы в данной ситуации сейчас нету таких багов, вообще никто и не замечает Да, 12.3.1 чуть быстрее, но 13 АЭС уверяет, у нас будет очень быстро, на 60% от предведущей Как бы, ну, хочется в это верить, оно в принципе наглядно Будем видеть и следить за новостями в дальнейшем за компанией Apple, то что они нам предоставляют Ну, а пока не забывайте подписываться на канал, оставить лайки, прожимать колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео И также не забывайте делать резервные копии перед каждой установкой iOS, чтобы избежать потери данных Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok